Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И мы снова находимся в АЗ-спектре. Хочу вам просто показать. Мы закончили заполнение заключения. Внесли все необходимые данные, полученные нами в процессе экспериментального психологического исследования по Иванову Ивану Ивановичу. Написали конкретные результаты обследования. Выставили патопсихологический симптомокомплекс и сформировали, нажав на кнопочку заключения, сформировали итоговое заключение по этому человеку. Нам остается только одно, нажать вот эту кнопочку выход. Что я сейчас и проделаю. Нажимаю ее и мы с вами оказываемся в автоматизированном заключении спектр. Давайте я попробую так показать вам. Внесу в окно экрана, которое снимается. Соответственно, здесь у нас в папочке АЗ-спектры результаты, индивидуальные результаты. Сформировался результат. спектр Иванов 111 и вот дата завершения составления автоматизированного заключения. Это я сейчас вынесу из окна видео. И вот этот открытый документ уже перед вашими глазами. Давайте посмотрим его внимательно. Что мы получили? То есть, а что мы получили? Мы получили все то же самое один в один, что мы заполняли непосредственно в самом АЗ спектр в самой программе. Мы видим описательную характеристику поведения работы обследуемого, его общее сведение, индивидуальные результаты имеются ввиду дату обследования, обследование первичное, Иванов Иван Иваныч то есть фамилия, имя, отчество пол, дата рождения, возраст место рождения семейные отношения родители кто чем занимался состояние семьи уровень образования специальность работа должность стаж и семейное положение давайте я дальше промотаю значит все что мы хотели увидеть по этому человеку ранжирование его жизненных ценностей то есть приоритеты и реализованные ценности оценили побеседовали в процессе разговора далее значит посмотрите получается постоянное увлечение жалобы наследственность хронические заболевания неблагоприятные социально-психологические факторы общее впечатление описания как это стандартно происходит в AP в заключении по AP раздел номер 2 психологическая характеристика поведения общее впечатление описание обследуемого сведения о себе сообщает в полном объеме в целом обращает на себя внимание характерен высокий уровень внутреннего напряжения выраженная эпохондричность имеет высокий уровень притязаний социальная адаптация затруднена проявляет социальную дезадаптированность отмечается проявляется аутичность проявляет некоторую замкнутость сформированность и структурированность мотивационной сферы морально-нравственных критерий достаточно суждения высказывания содержательны качественные глубоки характерные проявления интровертированности обращают на себя внимание соответственно ничто абсолютно ничто не мешает психологу дописать изменить что-то в этом самом тексте можно дописать характеристику поведения больного описательную какую-то часть то есть выполнение им экспериментальных заданий описать еще какие-то моменты но то что мы были то что мы сформировали непосредственно вазе спектр имеет возможность можно все это скорректировать самым широким образом то есть дописать здесь можно что угодно подстроить как-то под себя и обращаю ваше внимание то как мы это отмечали галочками в той последовательности как мы это делали непосредственно вазе спектр здесь это все автоматизировано то есть автоматически было подставлено ну вот собственно если говорить об описательной части далее у нас идет если вы помните мы использовали значит определенные методики в процедуре исследования и отразили это вазе спектр мы указали что личность мы исследовали двумя методиками ММП и КТЛ психологическое состояние методикой УСК депрессии Жмурова Лиангарда Шмишека и так далее психофизиология простая зрительно-моторная простая зрительно-моторная реакция нами применялась таблицы Шульте счет по Крепелину память мы исследовали соответственно запоминанием 10 слов запоминание 12 предметов опосредованную память опять же по Леонтьеву смотрели мышление мы применяли исключение предметов сложной аналогии все автоматизированное заключение без каких-то особых длинных фраз составляет порядка 4-5 листов соответственно вы можете с этими листами поработать уменьшить что-то убрать добавить и соответственно распечатать вклеить в карточку в дело как говорится соответственно эмоционально-волевая сфера это у нас тематическая перцепция тест тест фрустрационных реакций Розенцвейга то что мы там проставляли галочками у нас это все отображено далее значит у нас идут объективные результаты опять же внимание память мышление сами видите да активное внимание в норме примечание мы тут что-то написали значит опосредованное запоминание тоже какую-то характеристику дали соответственно программа не берет на себя функции автоматизации от А до Я это абсурд полнейший невозможно автоматизировать исследовать автоматизированно исследовать то что автоматизации не поддается мы говорим о психике человека во всем ее разнообразии в ее психических функциях внимание памяти мышления речи эмоциональной волевой сферы темперамента характера личности индивидуальности как таковой соответственно нельзя это автоматизировать это может быть когда-нибудь когда какой-то появится искусственный интеллект может быть в недалеком или далеком будущем и искусственный интеллект позволит это все делать более продуктивно я очень на это надеюсь но одним словом у нас есть характеристика по исключению предметов по исключению лишнего слова простых аналогиях по тату по дембору Минштейну по фрустрации и так далее программа не берет на себя функции человека только человек на данный момент исторический момент может составить грамотное заключение грамотное понимание человека во всем его многообразии его личности и соответственно сформировать вот это самое заключение уровень интеллекта результаты по шкале БКТЛ по краткому дворочному тесту по ММПИ результаты можно дополнительно по другим методикам которые мы предлагаем НПЦ предлагают приобретению это ММПИ КТЛ УСК все они есть соответственно к этому автоматизированному заключению можно приложить листочек А4 по результатам ММПИ с графиком с расчетом Т баллов с временными показателями одним словом полный комплект соответственно мы смотрим результаты по ММПИ которые уже обобщены в автоматизированном заключении и прикладываем к автоматизированному заключению собственно конкретные результаты ММПИ Иванова Ивана Ивановича приложили также вклеили в карточку да бумага тратится бумаги много мы ведем все это в электронном виде бумаги мало тратим только при необходимости распечатываем и дублируем все наши данные в тройном комплекте то есть у нас первый компьютер второй компьютер и жесткий диск съемный не храним все в одном месте обязательно дублируем результаты бэкап так называемым словом бэкап сохраняем пересохраняем с какой-то периодичностью рекомендую это делать один-два раза в неделю поработали недельку провели там десяток обследований ЭПИ или ПФО и соответственно в конце недели в пятницу назначенный человек дежурный по лаборатории садится и все это бэкапит на три жестких носителя то есть на один-второй компьютер и на съемный жесткий диск все результаты сохранены соответственно мы видим результаты по ТАС по Жмурову по результатам Котелла опять же смотри вложение приложение предполагается что распечатали график по Котеллу смотрим результаты по шкале С C ABC C G O Q3 E Q2 Q4 и так далее дополнительные замечания вписаны все очень красиво получается в итоге соответственно мы видим результаты по Азингу по Стреляу и так далее и так далее по Томасу но мы его не заполняли поэтому результаты отсутствуют человек может поработать с этим с этим файликом это элементарно делается то есть мы выделяем какой-то диапазон и нажимаем Delete или вообще удаляем эти строчки вот таким образом все очень просто и эффективно остается только Томас и его реагирование в конфликтной ситуации приспособления да Тимоти Лери также распечатываем результаты и видим характеристики по Тимоти Лери опять у нас тут встречается у нас С высокий низкий средний это уже выводы пошли и обобщенная характеристика как бы итоговая характеристика по какой-то стрессовой ситуации далее давайте я это верну зря я это сделал но одним словом отскочил немножко назад видим все результаты их описание и самое главное блок номер 4 мы формируем хотите оставьте это психологическими противопоказаниями оставьте это основные психологические противопоказания да это все равно быстрее нежели вы будете все это писать и заполнять как минимум два раза в день если смотрите двух пациентов в день а то и три если третий у вас повторно идет пациент соответственно это все все равно быстрее нежели писать все это ручкой это с ума сойти пускай у вас есть бланк но вот это все прописывать десятки раз это остачертеет на вторую неделю работы аз спектр упрощает работы в разы поверьте мы делали это под себя мы это активно используем буквально по каждому пациенту и это происходит все быстро эффективно сотрудницы уже как бы зная результаты обследования не задумываясь прощелкивают проставляют галочки выпадающие меню нажимают формируют результат в аз спектре и соответственно у нас есть динамика изменения она может быть как вы видели в предыдущем видео положительная без изменений или отрицательная соответственно само заключение пошло примечание патопсихологические синдромы указаны в данном случае мы выбрали органический да и соответственно давайте так покажу мы выбрали патопсихологический синдром по Кудрявцеву и по Блейхеру и Кругу то есть они отображены и там и там если бы мы какой-то не выбрали соответственно результаты бы здесь отсутствовали ну и собственно подпись специалистов далее что надо вам еще показать а надо вам показать следующее давайте я попробую сделать это так вот у нас значит есть автоматизированное заключение подпись психофизиолога психолога руководителя ну пускай это будет заведующее отделением предположим ничто не мешает в этом шаблоне заменить кстати да но это отдельно в инструкции у нас прописано можно этот шаблон в некотором смысле менять можно сделать допустим написать не руководитель да под себя подстроить это заключение а зав отделением и писать соответственно его фамилию в автоматизированном заключении спектр но это еще не все обратите внимание это итоговый показатель кроме того у нас тут есть вкладочки в частности мы видим результаты вот мы занесли результаты по пиктограммам и мы их видим их тоже также можно распечатать и вклеить соответственно в историю болезни применяемый стимульный материал и шифровка идет конкретно ситуационная атрибутивная абстрактно метафорические выхолощенные мы видим что преобладает в качестве мышления и отдельно у нас реализована тима телери ну очень мои девочки любят эту методику и соответственно они ее применяют в оценке патопсихологической оценки людей методика проводится достаточно быстро эффективно легко и соответственно люди раз пробежались выставили свое я реальное я идеальное получили результат попросили девочки сделали компьютерщики программисты у нас реализовали это то есть можно посмотреть результат по пиктограммам можно посмотреть результаты по тимотелерии общее заключение ну и соответственно никто не отменял возможность тимотелерии получили результаты вложили распечатали отдельно график точно так же по КТЛ точно так же по ММПИ допустим по Шульте и по другим методикам соответственно мы видим результаты конкретные по методике ММПИ КТЛУСК УНП НПУ и так далее и так далее и так далее по ЗМР с ЗМР РДО и соответственно видим обобщенный результат всего этого сформированный в АЗ спектр все просто эффективно и надежно и быстро самое главное ускоряет работу в разы поверьте мне если начинать писать заключение хорошее качественное по экспериментально-психологическому исследованию ну это минут у грамотного психолога 30-40 минут в любом случае он тратит поверьте мне львиную долю от этих 30-40 минут буквально за 5-7 минут можно прощелкать вот в этом самом автоматизированном заключении затем его где-то поправить нажать кнопочку стандартное средство печать распечатать приложить графики диаграммы по методикам конкретным и вклеить все это в карточку работа ускоряется в десятки раз ну в 3-4 раза точно это проверено нашей практикой собственно наверное все если будут какие-то вопросы вы можете их задавать под любым из видео посвященным автоматизированному заключению спектр всего их получится я думаю 10 вот это наверное 10 будет то есть такая серия сезон первый АЗ спектр будут вопросы задавайте их смело под этим видео или пишите мне на почту и я попытаюсь на них ответить на ваши вопросы может быть сниму сезон номер 2 на этом все благодарю за внимание и удачи вам сезон и удачи вам и удачи вам и удачи вам